Вечер добрый, друзья! Сегодня четверг, в студии Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов, Максим Киселев и наша передача «В натуре», в которой мы сегодня поговорим о, как обычно, премьер-лиге, делаем анонс Европуков и, конечно же, поговорим о первом дивизионе, сегодня будет интересный, легендарный для Запада гость. Но обо всем по порядку. Начнем мы с премьер-лиги с Запада. За эти две недели, в принципе, было не так много матчей, потому что было достаточно много переносов, кто-то не играл, уезжала сборная, некоторые игроки уезжали в частных функциях Бирюков со сборной, поэтому прокуратура и Мегатитар переносили матчи. Кстати говоря, давайте поздравим сборную России с победой в чемпионате мира, это раз, потому что и наши ребята тоже представлены. К сожалению, Александр Куксов получил повреждения, но мы желаем ему скорейшего поздравления. Это был Бирюков, Куксов, Зуи, по-моему, с Запада, да, вот этого, да, по-моему, с Запада, это у нас, кто представлял. Соответственно, эти команды решили не играть, хотя, вот, это довелось мне услышать, что не все были довольны переносными, например, за атаку в ПКСП. В ПКСП считали, что, несмотря на то, что один человек уехал, все равно нужно было в ПКСП играть. Да, в тщательно ли там устроили? А вы, вот, что думаете по этому поводу? А как он был недовольный? Была недовольна, так скажем, не то, что недовольна, а не совсем понимала другая сторона, почему не происходит матч с ПКСП, несмотря на отсутствие Бирюкова. Потому что его и нет, поэтому и не происходит. Да, но, считается, что... Здесь все регламент, здесь все регламент, просто он на всех расходят. В регламенте написано, что если в интересах люди был на игрок, то ты на игрок, значит, помогут перейти. Ну, вопрос в том, что, я просто к чему хочу, регламент, если не берем, да, вот один человек уезжает, да, у команды 25 заявки, 24, 25 приезжает на игрок, вот одного нет, да, но Бирюкова, 24, надо играть. Вот, я хочу понять от вас. Если есть возможность перенести, безболезненно, то можно переносить, короче. Здесь ли вы чемпионы, то, что? Да, я просто, это кубок, это был чеканат, Гатага, ФКСП. А, каков. В чемпионате все еще хуже у ФКСП, поэтому, в принципе... Ну, мне хотелось услышать, товарищи. Да, ну, учитывая то, что самая главная демонстрация компрайна, да, что, да, и Юра прописана, что имеет право на команды, значит, уже надо выбирать, если Бирюков такое значение имеет для каждого... Но он и имеет, он-то и имеет, да, я согласен, абсолютно, то надо переносить. Ну, вот, я, собственно говоря, тоже, прямо что и говорю, будь я на месте, да, пойти в КСП и у меня вверху Бирюков, вот, и как сейчас ситуация складывается, ну, наверное, я бы тоже перенос, честно. Но были за две недели другие встречи, я бы, конечно, хотел отметить, ну, во-первых, Коммунар, две игры за две недели, победа натяжная над Коммунаром, 4-3, вот, после 11-0, наверное, отходить на это очень было, да? От Титана. Да, после 11-0, конечно, там, и Миша Сапранович говорил, что никто еще не отошел, все еще в некой пространстве пребывают, ну, такую, конечно, кошелку получить, причем все по делу, действительно. Да, и сложные победы над Альбионом, хотя у Альбиона не было даже голкипера толком, стоял полевой, и все равно команду как-то не шалк, не вал. Вот, казалось, что вот эта победа, она, ну, так скажем, постсиндром вот этого поражения. Это отходняк. Да, отходняк, но вот игра была... Ну, такой отходняк, там, Альбион мог в последнюю минуту, потому что он был забит, и поэтому, честно говоря, отходняк, не отходняк, но... Монар смотрелся не очень хорошо, опять же, что Альбион у полевой на воротах, да, соответственно, они недосчитались еще и полевого игрока, мало того, что, понятное дело, вратарь основной стоял, защитил его последний рубеж намного лучше, поэтому здесь как-то повезло где-то, в общем, ну, никакого отходняка, мне кажется, не было, примерно то же самое, мы и видели, просто противостоял не Титан, а Альбион. Вот вопрос по уже этим Хане Феникс... Комунар был с Фениксом и Гей, такой дерби, который был в первом дивизионе, да, всегда, вот, команда, когда выходит, интересно, как они проводят игры друг с другом. И мне показалось, что Комунар все-таки, вот, после, опять же, поражения Титана, ну, как будто бы не свои тайны. Что-то потерялось, если с ФКСП победа была интересная, хорошая, до этого были матчи, да, команда там потеряла очки, но играла интересно, был рисунок, где-то не везло, какие-то, так скажем, обмечали внешние силы, неопытность и так далее, да, то сейчас просто команда очень тяжело играет. Против Феникса всем тяжело, во-первых, играть, да, безусловно, но и здесь, опять, 2-3 в один мяч и куча моментов Комунара до последних минут. Здесь также можно было и нечем, в принципе, Комунара цеплять. Но против Феникса есть очень тяжело. Ну, нет, я согласен, но вопрос, а с ФКСП легко играть? С ФКСП, но с тем будет, видимо, было... Даже с тем не легко, просто, мне кажется, Комунар все-таки... Ну, вот была какая-то такая игра, может быть, эйфория такая... То, что и получается вроде бы игра, но результат пока там не особо... Но игра идет, да, а здесь, мне кажется, вот именно по-игройски буксует, пока Комунара после поражения Титана не находите. Так он и до поражения Титана буксовал. Ну, все-таки симпатичный был Комунар. Матч с ЭДМ, когда тоже там... Ну, так я говорю по счету, да, но в целом Комунар достаточно неплохо играл. А сейчас, мне кажется, игры нету, вот чем я не согласен. Игры нету, но тут надо еще учитывать, что команда вообще поменялась полностью, да, то есть то, что было в первом визионе, все под Зинченко старалась игра вся, да. Сейчас вообще-то новая совершенно команда. И скорее, мне кажется, эти победы — это сплеск просто. Вот сейчас, на ФКСП, а так... А поражение Титана еще больше усугубило имеющуюся ситуацию. Вот так сказать. Здесь вопрос в том, что, да, мы... Ты, Миш, отталкиваешься от единственной победы в ФКСП. Да, в ФКСП, но она единственная. Да, если посмотреть ряд матчей, то, в общем-то, только от нее отталкиваться нельзя. Здесь, скорее всего, это было исключение. Ну, было бы очень символично, если без Зинченко, да, Зинченко, если я был в команде, еще и победа, было бы вообще такое комедия. Но, к сожалению, мы что-то вернули на руки ЛФЛ, да. А так, конечно, было бы интересно посмотреть. Да, еще, наверное, я бы отметил игру Портера Мега Титана, это, наверное, одна из центральных матчей, один из центральных матчей был. И такая надужная победа. Что скажешь по матчу? Да, действительно, не так все хорошо пока у Мега Титана. Наверное, игра наставляет пока вопросы. Пока Мега Титан мне понравился больше всего в матче против Феникса. 4-2 тогда победили. Действительно, у Феникса тут какой-то такой отмерил, можно сказать. Как кегли были в свое время. Сейчас Феникс, играть против них тяжело. И те, как обыгрывают, обыгрывают в основном в один-два мяча, это действительно дорога уже непосредственно история. Ну вот, что касается Портера, Портер вновь, который в сезон, он меняется. Меняется он и в какой-то степени. В этот раз теперь уже... Он меняется внутри сезона. От матча к матчу. Да, да, да. Даже и Портер абсолютно. Да, даже так. Потому что сейчас уже приходится слышать о том, что Портер, ну, как мы знаем, привозит на какие-то матчи люди из Санкт-Петербурга, из волны. Но эти ФБ сейчас были в составе сборной России. Ну вот, соответственно, когда они приезжают, вот один Портер, который играет с ФКСП, например, 1-1, пропуская на последней минуте. И другой Портер – это, например, без них. Да, это немножко другая команда. И чего ждать? Ну тут еще и голкипер, да, в последних матчах у Портер оно вратает. То есть даже без них, без вот этих битерских усилений все равно можно для этого... Ну, не перестройка, наверное, но какие-то смещения, переустановки, они внутри командами происходят все равно. Ну, без этого никуда, но, тем не менее, пока непонятно, да, все-таки, какой у Портера костяк и как будет команда выглядеть. Все-таки раньше, если мы могли понять, то сейчас это крайне сложно, но... Сейчас понятно одно. Капитан Лучников бомбардировал ничем. Остальное, вот, пока, но где-то... Да, выезжает пока вот за счет этого. Я бы еще сказал, что понятно, что зона ФКП. Максимум. Не выше, не ниже. Максимум. Да, для меня это уже сейчас понятно. Ну, вполне возможно. Портер, кстати, СДН сыграл ничью тоже 3-3. Удалось спастись там на последних секундах. Так еще и могли вырвать победу. И был вообще сумасшедший матч. Там, Концы Дубников счет сравнял. Вот СДН тоже так, немножечко болтает с стороны в сторону. Замечательный трюс с Альбертом Осколковым. Появится в пятницу. Почитайте обязательно, почему СДН так происходит. Но при этом СДН обыграет Успенская 8-3. И был и Козлов у Успенских, да, и был и Кончатин. Но вот результаты пока против раундов Успенскому в чемпионате пока не приходят. Абсолютно не приходят. И да, понятное дело, 8-3 это слишком большой счет. Не по игре, может быть, где-то в каких-то моментах. Но вот этот счет, наверное, все-таки опять должен, да, заставить, в том числе и Дара, руководство целой команды, сесть и задуматься, что происходит, куда они движутся и тот ли они выбрали путь. Ну вот опять идет, на самом деле, такая смена игроков, достаточно большая катакция, да, и игроков, ну, честно говоря, не совсем понятно. Вот понятен только Козлов и понятен Корчатин. Да, остальные пока... Из новичков? Ну да, 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 да. А остальные, ну, ноунеймы и, не сказать, что где-то как-то себя проявили, и в какой футбол играть тоже пока поднялись сложно. Фандиев, мне нравится, еще новичок. Ну, здесь мы опять, как кого-то назвал, Козловым и Павел Корчагиновым, это опытные, с огромным профессиональным бэкграундом, в том числе и нелплейным бэкграундом люди, да. При этом, CDN берет себе Александра Игоревича как тренера, человека, который сейчас профессионально тренирует молодежью. Да, то есть тренер, который будет в том числе развивать вот эту молодежь команду. Да, понятное дело, что должны быть какие-то там опоры, условно говоря, как раз Корчагина и Козлова, но в целом будет сделаться ставка на молодежь. Молодежь пока не играет. Забивая Корчагин там из неимоверных условий, в общем, это гола туда, если бы выйдет, там может быть хит-парад, не хит-парад, но человек просто принимает спиной, право воротам мяч, и непонятно, что там делать, я, честно говоря, так до сих пор не пересмотрел, не пересмотрел, было какие-то там пару неувладимых движений ногами, и мяч сякет. Из ничего, ну, да, Александр Игоревич не попал в хит-парад, вот наш оператор, собственно, игра не включил. Ну, может быть, он не такой красивый получился, но вот как именно это все произошло, то есть здесь надо будет и задумывать. Ну, пожалуй, наверное, все, да, вот, а, еще вот «Адидас» обыграл «Космос» в воскресном вечернем матче 2-1, и битва низов была подвала, очки очень важные, и «Адидас» во втором тайме в реверсе, все-таки победа 2-1 такая натужная, хотя, казалось, все-таки «Космос» и «Адидас» опыта-то побольше, и должны взять вот здесь вот свои очки, но вот опять нету Слава Епифанова на… Ну, здесь «Адидас» только поздравит с этой победой, нужно похвалить ребят. Дима, я запомнил мысль дальше, которую скажешь, я просто про «Адидас» добавлю, что неудачная была игра с «Гатагу» на самом деле, очень неудачная, но исправились, и вот игру с «Космосом Вейером» проявили совершенно по-другому, молодцы, здесь отметим хвалят. «Гатагу» в стройке на третьем месте. Да, ну, кстати, вот я уже удивился, что «Гатагу» был наголо сильнее «Адидаса», даже мне показалось, что «Титан» не столько… «Феникс 9» с «Адидасом» играли не столь мощно, как «Гатагу», но у меня совершенно какое-то впечатление. Ну, они будете там обыграть, ну, да. Не знаю почему, но вот как-то в этой игре, может быть, «Адидас» не пошло, но «Гатагу» был как-то быстрее, сильнее, выше, вообще за один лозунг. Вейер и «Космос» что-то не получается, что-то не клеится, мне кажется, сейчас это уже стало бросаться на глаза, да, как-то это всё уже просто нельзя не заметить, и как-то об этом даже не поговорим. Во-первых, да, нет Епифанова. Епифанова нет ни один мальча, ни два мальча. Епифанова просто сейчас нет. Официально «Космос Вейера» без своего капитана. Дальше, Дима Герасимов опять сломался, вице-капитана опять нет. Кирилл Гавов на трибуне. На трибуне, он не с командой, не до конца заполненная расстановка, мне кажется, сигнализирует, что здесь тоже какое-то есть недопонимание, какой-то разлад. Соответственно, что у нас получается в итоге? Команда без головы, да? Какой-то организм без… И остаётся Епифанов, вот Епифанов два коллектива объединить, это всё расставить, всё это разложить по полочкам. Каждому всё рассказать – это тяжело. Безусловно, на это нужно время. А вот, мне кажется, что время «Космос Вейера» вот этого проекта, оно не то чтобы заканчивается, но когда-то уже в ближайшее время наступит тот момент, тот, да, отмеченный крестиком, когда уже, ну это не то чтобы будет пройдена точка невозврата, но вполне вероятно, что мы увидим в этом соединение коннективов, либо уже что-то другое. Я бы ещё третий дозволится представка. Может быть, третий, да. Ну давайте всё-таки пожелаем Диме Герасимову, Андрею Герасимову, Кириллу Графову, да, и Мишу Пимену, как-то всё-таки это вот в нужное направление, русло всё-таки направить. Мысли, возможности, и всё это как-то совместить и в «Космос Вейер». А после шикарной игры с «Мега Титанов», да, мы в ближайшее дело подумали, что ну вот-то оно, мы всё же объединились, народ должен быть опять в какие-то те же игры. Причём по самоотдаче никому нет никаких вопросов. Ребята бились, ребята нарвались, абсолютно. Но это процесс очень тяжёлый. Тяжёлые эмоциональные, в том числе для руководителей. С другой стороны, не знали, на что шли. Поэтому нужно терпеть, наверное, или тоже где-то во втором круге собираться. Дим, ну в принципе, ты по полочкам всё нам разложил. Пойдём посмотрим в календарь западной премьер-лиги. У нас насыщенные очень выходные получается. Отметим, кстати, в «Космос Вей» слаждающийся матч против Гатагова. Предстоит очень интересный матч «Транскантер» и «ФКСП» получается. Ну и проверка «Феникс-9», «Дитанов» тоже будет интересный матчик. Наверняка «Феникс-9» рассчитывает на набранные очки. Ну и два представителя первой дивизиона, Круга и «Дас» в прошлогодние сразятся в очном буре. Кстати, вот по «Феникс-9» хотел я добавить. Положаю на руку на сердце, мы иронизировали и смеялись над тем, когда узнали, что в «Феникс-9» задача попасть в «Троид». после такого невыразительного старта, когда они проиграли сыром у «ЦДН» 1-4, и в ничью еле-еле свели с «Альбионом», мы просто смеялись, что такая «Тройка». А сейчас мы уже по-другому смотрим на «Феникс-9», особенно в контексте предстоящего тура. Я вот не смотрю в контексте «Тройки» на «Феникс-9», честно говоря. Но ничто не изменило, наверное. Я, наверное, все-таки сгибу больше. Согласен. И матч с «Титаном» все-таки сейчас будет показателем. Я хочу подчеркнуть предстоящий тур «Феникс-9» и «Титану», что реально и посмотрим на эти амбиции. Тем более, что у «Феникс-9» идет череда хороших игр, хороших результатов и в западной фемерлиге, и в кубке ЛФЛ. Наверное, пришло время, некая точка отправная, если сможет быть достойно. Я не говорю о победе над «Титаном», это почти нереально сделать дальше, если бы ему вообще кому-либо обыграть «Титан», на мой взгляд. То хотя бы убедиться в том, что «Феникс-9» может реально быть неудобным, как ты бы сказал, как для всех, что он может быть неудобным еще и «Титан». Давайте заглянем в турнирную таблицу. Здесь «Титан» 22 наблюда на «Хашкаде». Раскатерин пока отдыхает в Турции, но сразу после прилета ждет двойного ханея, «Гатага» в тройке, «Мегатитан» подтягивается потихонечку, «ЦДН» и «Феникс-9» находятся в зоне «Европуг» в «Портер» и «ФКСП» пока за пределами вообще и призов и даже каких-либо «Европуг». Касательно «ФКСП», два матча еще в запасе, поэтому, если у нас победить, один из очков превращается в семнадцать, и это, на самом деле, не так уж и далеко от «Титан». Ну да, Дим, здесь ты верно подметил. Ну и отметим, что в эти выходные получаются сложные, насыщенные игровые нивы у всех наших коллективов. В субботу матча чемпионата, а в воскресенье у нас будут Еврокубки. Все Еврокубки, которые пройдут на первом поле, мы будем показывать. Центральный матч – это Лига Чемпионов «ФКСП» и «Селтик». Но здесь, что можно отметить, это, конечно, Лига Чемпионов «ФКСП» и «Селтик». Два тоже будет непростая, непростая матча. Ну и «Алькор» с «Титаном» мы поедем здесь «Титан» тоже набирать очки. Интересно будет посмотреть «Гатаков» и «МНФ», потому что там была тяжелая победа 1-0. Ну и, соответственно, ждем, что «Спенская» тоже наберет очки, как и, собственно, «ЦДН» и «Портер», потому что в гостях, в принципе, все держат пакет. – Да, в целом, все хорошо. У нашей команды не будет прочесть. – Ну, у Кубка «ФЛ», да, все-таки, политчемпионов чуть сложнее, но там и команда совершенно другого уровня. Ну, в любом случае, дома надо все-таки набирать очки, и мы будем за них болеть. Ну что ж, друзья, давайте сделаем небольшую перезагрузку. Сейчас Дима Ешов наконец-то отправится отдыхать, к нам появляются в гости после небольшой паузы. Ну что ж, друзья, после небольшой перезагрузки мы переходим к обсуждению 1-го дивизиона, и мы сейчас поговорим с нашим гостем, который, по-моему, впервые приходит, да, к нам на передачу? – Ты у нас был героем тура, но в передачу еще не приходил. Руслан Федотов по прозвищу «Керс» сегодня у нас в гостях. Руслан, привет. – Привет, Руслан. – Привет, Руслан. – Привет, Руслан. – Привет, Руслан. – Ну, мы тебя уже поблагодарили, что ты пришел там. Это раз. Второй момент. Напомни нам, почему, собственно, «Кекс», почему такое название? Ты нам как-то говорил это письменно на видео, но это для телезрителей, которые не читали интервью, которое вышло у нас достаточно давно уже. – Ну, это старая история. – Да, да, да. – Это старая история о Спартаковской спортшколе, когда я, соответственно, спортшкола Крылатская по шуму повышения и перебрался уже в дюшер. Ну, соответственно, пришел на тренировку и ребята ни с того ни с сего просто в середине тренировки кто-то из парней, ну, кто-то это, Соловьев паренек там был. – Это не вратарь, который… – Нет, не вратарь. У нас два Соловьева. – Ага. – Ну, вот. И, соответственно, он что-то… как-то выкрикнул кекс и все, как бы привязалось, всем понравилось, все стали меня называть, потом это все перебралось уже на другие команды, на всех моих друзей, со школы, просто друзей, ну, и прилипло на всю жизнь. – Тебе самому нравится? – Я уже привык адаптироваться, я уже забыл, когда меня по имени называли тот, поэтому абсолютно не обращаю внимания. Ну, называют – называют, все. Зато какая-то есть узнаваемость, наверное, отчасти. – Слушай, скажи просто, это как связано с телосложением, да, там, или еще, может быть, пирожное там или любви есть, там, или что-то такое? – Нет, абсолютно, абсолютно хаотичное, случайное слово из толпы, которое просто ко мне прилипло. Вот. Был я тощен в детстве, и далеко был до «Кекса». – Просто он так сейчас и так продолжает называть в команде, да? То есть «Кекса»? – Да, да. – А если молодой, допустим, у вас в Балтике есть молодые новички? – Не обращаю. – Им тоже позвольте, да? – Ну, абсолютно я спокойно. Ну, а что? Зачем препятствовать какие-то границы выстраивать? Смысла нет никакого. Все мы одна команда, поэтому, ну, сказали – молодой или старый, новый или опять-таки что-то. Ну, старый, да, не важно абсолютно. Потому что Юрана даже назвали «Барсиком», такой молодой человек, который он сразу получил. Ну, я не Юрана. – Руслан, как правило, что там супругой дома называют как? Руслан? Или можно тоже «Кекс» назвать тоже? Нет такого? – На кухне серии. – Ну, не супругу, а девушку. – Ну, девушка, да? – По имени. – По имени. – Кексом не называют. – Ну, ладно. Вот, Максим, про Юрана. Вот у нас играет Дмитрий Христов. Он, когда пришел, он сразу сказал, что «Дима, меня называть не надо». Либо меня называют и барыц, либо глиоз, либо старый. Он говорит, я на третьих отвлекаюсь. То есть, Дима, я даже не могу понять, что вы как-то… Все. И поэтому абсолютно нормально. – В футболе это вообще в скорости нормально? – Ну, пока мы не перешли с тобой к основному нашему разговору про футбол, еще ты являешься арбитром, собственно, на 8х8. Как у тебя сейчас с этим дела? Получается удовольствие? Ну, как? Удовольствия от этого мало получаешь. Почему? Потому что… Ну, опять-таки, не в обиду, но это все… Понятное дело, что на поверхности лежит, когда люди, которые не умеют играть в футбол, тебя начинают что-то объяснять и показывать. Ну, приходится терпеть. Ну, здесь вот очень важный момент, да? Да. Удовольствие получаешь от игр, которые действительно держат дух. Когда упор на счет, либо когда вот играющие попадаются. Тогда интересно судить, потому что ты реально двигаешься, ты проваливаешься в их игру. Ну, и, соответственно, у тебя эта игра как эскрепт отходит. А бывает, понятное дело, что придут со двора и начнут тебя там включить, это, конечно же, тяжело. Ну, мне кажется, ты можешь отмирать. Ну, я отвечал неоднократно, у меня за дискультицировали. Тоже неоднократно, поэтому… Я человек, ну, как сказать, прямолинейный, наверное, и если что-то мне там не понравится, какое-то накипит, могу ответить. Но согласен, что судья все-таки не должен быть прям так? Согласен. Да, должен был более сдержан. Ну, сейчас я уже… Понятное дело, что все с опытом приходит. когда начинал, все-таки, наверное, много было, ну, еще, наверное, эмоций каких-то футбольных, и, соответственно, они, наверное, не появлялись. Вот, то сейчас с опытом уже не один год уже сужу, понимаешь, что в какой-то игре, да, и видишь, что тебе там сейчас начнут что-то говорить, и где-то… Обязательно можешь ответить. Ты, ну, проглотываешь, буквально говоря, язык и молчишь его. Ну, приходится сдерживаться. Ну, бывает, бывает. Просто, ну, а есть такие вот… Которые, может быть… Ну, не то, что сказать, готовишься, но уже знаешь, вот у тебя, допустим, матч попадается какой-то на обслуживание, и ты уже знаешь, ну, там вот точно проблема будет. Ну, нет. Не готовлюсь к играм, а так, чтобы прям к соперникам абсолютно. Прям, потому что в игре уже, когда начинаешь, проваливаешься на нее. И игра уже диктует просто сам характер, как себя вести, вот и все. Ну, вот была игра выходные, да, вот… На лане играла… Вот… Да, СОУ. И СОУ. СОУ, СОУ. Да. Хорошая игра была. 4-3 счет, да, вторая лига, да, везде мужики. Вот. 50 на 50, играющих и не играющих, вот. Ну, орали, орали, ну, орали мужики, и поэтому… Воспринимаешь по-другому, нежели тебя там по отцам какой-то там будут орать. И абсолютно вот прям вот такая вот игра прошла классная. Вот. Очень быстро, качественно. Ну, без ошибок не бывает никого в жизни, да. Там минимальные же какие-то были ошибки там, ну, в тех же аутах. Вот. И… Ну, вот показатель той игры, которая действительно держала так напряжение. Команды, в принципе, играющие, да? То есть есть футбол во второй лиге? Ну, есть, конечно же, безусловно. И… Есть и в третьей лиге, вот. Когда… И… Дмитрий Ершов также говорил, что даже третьей лиге порой держит так, что вышка отдыхает, что вот прямо две команды зарубятся так, что ты мокрый выдержишь за 60 минут. И… И я попадал в такие третьей лиге, в судействе, когда действительно прям… Команды друг с другом прямо за руку идёт. И… Причём даже вот судьи не видно, да, на поле. Просто ты в движении вылез. Вот. Ну, здесь, понятное дело, что… Здесь всего много. Потому что здесь, скажем так, ступени в уровне футбола, от подвала до, там, так сказать, телебашек. Вот, да. Вот, вышку если взять, вот тут же отлайнцы приезжают, да, профи. И вот их… Сколько раз я их судил, прям… Ну, я говорю, блин, я прям хочу свисток выбросить и подключиться к вам, в пасек поиграть, подержать мячик с вами. Вот. Ну, бывает, что… Бывали такие игры в прошлом году, когда ещё не вошёл, скажем так, в судейский образ. А когда хотелось просто всё выбросить и не уйти с игры. Ну, всякое было. Это… Вот. А если бы в «Аднакус» позвали, сейчас бы позвонили, и Аким бы позвонил, сказал, давай к нам… Валтипе не брошу. В предовой команде Валтипе? Ну, да. Это семья, всё-таки, прям, коллектив, то, что надо. Вот. И, да, у меня там был период, когда в «Балты» произошли, там, недоразумение с «Балтикой», ещё на «Доргомурске», да, приходилось выходить в «Ультру», вот, друзьям. Жив супруга. Потому что это заявочный процесс, очень такой был сложный, что по три игрока можно было бы заявлять в промежуток времени. Ну, чё, когда команду вернули в «Голд Хэйл», да, вот, не всех сразу, там, сквластно. Минус. Вот. Приходилось выходить, по-моему, один или два раза. Так у меня вопрос ещё про судейство и игру. В целом, где больше пригласит потеть? Потеть? В прямом смысле, наверное, слово. В судействе либо в игре? Ну, в моём возрасте я везде одинаковый потею. В зависимости от матча и в зависимости от игры. Потому что, если матч будет напряжённый, как, допустим, вот последняя игра с «Константой», где ты там полностью выложился, либо в судействе та же вот «Аладья Суворов», которая тоже напряжённая, ты и там, и там уходишь мокрый. А бывают такие, что, ну, понятное дело, что игры, в частности, выиграешь ты, там, 10-й, да, у команды. Ну, бывают такие вот приезды, там, не собрался против тебя соперник, и ты в одни ворота гоняешь. Понятное дело, что ты там большую часть, ну, и так пешком ходишь, потому что уже, ну, возраст не тот, и уже кондиции не те, безусловно. Возраст никого не щипит, где-то пешеход зачастую, но зато отрезками где-то… Ну, про эти отрезки мы поговорим. Давай начнём, наверное, с прошлых выходных. Было такое настоящее западное дерби, я бы сказал, Балтик и Кегри встречались. Был соответствующий настрой? На Кегри настраивался, безусловно, потому что знал, что это команда фанатиков футбола, я так понимаю. Ну, это моё мнение. Люди, которые во взрослом возрасте начинают что-то доказывать, и они прям мощно выглядят, даже на любительском уровне, да, значит, где-то они в детстве во многом упускали его, скажем так, на низших ролях, нежели, скажем так, их коллеги по командам. Вот, и, понятное дело, что вот они сейчас вот этим костяком своим играют, но я так понимаю, что они тренируются, они все такие фудористы, вот. Как в команде, они, да, они как целые. Как если, допустим, эту команду разбросать, по моё мнение, да, по другим командам, то эти игроки, они растворятся, ну, их не будет заметно. А вот как команда Кегля, они, конечно же, в этом плане яркие, вот. И у них есть рисунок, это ломать игрового противника, вот. У них это очень замечательно получается, они, соответственно, и высшие лиги так вот долго выживали, они вот даже до выхода в первый дивизион также вышки остались, ну, просто они уже не захотели там играть, ну, по соображениям, опять-таки, полнодрастные, потому что тяжело. В первую лиги, вот, когда вот мы с ними вот сейчас вот сыграли игру, да, я настраивался, и, ну, я прекрасно ощутил, что они ломают игру прессингом, у них вот все прекрасно получается, и, скажем так, если против них менее держащая команда мяч, ну, тяжеловато, вот. И, ну, нам тяжело пришлось, но проиграли из-за грубейших ошибок. Вот футбол, чем-то хорош, то, что, допустим, команда тебе не создаст ни одного момента, но забьет три гола, а вот эти игры сделали с нами. Да, это вот. Они не создали ни одного момента, забили три гола. Вот, пожалуйста. Почему? Потому что… Балтика создала? Балтика создала, да. Балтика сделала две штанги, вот, да, и, причем, реально были созданные моменты. И моменты были созданы настолько красиво, что здесь в футбольном раскладывали, да, вот, и гол забили с атаки, гол очень и отворотности получился. Ну, а в целом, понятное дело, что проиграли из-за двух ошибок, и игроки к игре попали, ну, в том, ворота такими ударами, что до десять раз пробить… Ну, это да, если разбирать, а по факту, да, смотрите, если на табу, да, сейчас достанется, как говорится. Перевали банальное движение, вот, все. Ну, кегли, в принципе, на дистанции всегда неплохо выступали, да, бывают у них спады, мы помним про примеры, но в целом, команда прошлый год прошла достаточно уверенно, то есть она была 20 лет, поэтому настрой соответствующий. Но будем по порядку все-таки идти. Еще матчи прошлых выходных, у нас есть видео, например, во-первых, это, Макс, твоя команда, давай, «Атлетика» с «СПКЮ» играли, знаю, ты не присутствовал на игре, но наверняка смотрел, и мы тебе предупреждали не бородаться за «Сиэсен», пока мы смотрим на резку этого матча, что вообще, Макс, скажешь, давай, физически про этот матч? Ну, по «Атлетике» скажу, что у нас очень многое зависит от сбора, да, ну, это банальность, которая очень характерна для любой команды ЛФЛ, но у нас зависимость такая, буквально там, один-два человека не приезжают, все, это все. То есть резерва и глубины состава нет вообще никакого. Соответственно, были трудности с явкой на эту игру и понимали, что непростой матч будет стоять. При этом некоторые ребята знали, дополнительно настраивались, то, что знают друг друга по выступлениям раньше в высшей лиге «Север», например, играли. Вместе Андрей Стайн и Иракиш Вангерадзе вратарь «СПК Юг», Аняр Гефилов играл в «Атлетике». То есть дополнительная мотивация присутствовала. Ну, а так, в принципе, на мой взгляд, достаточно равная игра получилась, и за сердце я хватался дважды. Руслан, а с кем встречались «СПК Юг» и «Атлетико»? Играли с кем? С «Атлетико» Балтик сыграл, выиграл, но я отсутствовал, был в отпуске просто банально. А с «СПК Юг» еще не играл, но знаю команду еще по судейству и знаю еще, когда за «Спартуру» там чуть-чуть играл против них. Ну, мое мнение, «СПК Юг» – это команда ничья. И причем смотришь вот именно в первой дивизионе, во втором они, конечно, там немножечко по-другому действовали. Ну, там и у нас уровни были, другие немножечко. То есть здесь понятное дело, что на первой лиге сам костяк команд плюс-минус ровные, ну, скажем так, 16 команд, 17, да, они ровные. Вот, и, собственно, с ними тяжело играть. Они вот тоже больше разрушители, как теги, да, но при этом дают играть. Ну, тяжело переигрывать, потому что они, действительно, как команда, они прям вот бьются все 60 минут. Вот прям вот все 60 у них прям есть и все, они вот играют на последний момент. Ну, вот «СПК Юг» действительно такой удивительный факт. Мы даже такую специальную награду придумали на награждение, которое в сентябре было, да, это как самая мироволюбимая команда, где у нас ничьи. Столько не набралось ни у кого. Вот, объясните мне, «СПК Юг» начал, где были победы, шел почти в тронке. И бац, уже где-то в середине. Почему так? Что это удачный календарь или какие-то еще обстоятельства? Возможно, календарь, возможно, опять-таки же, банальные сборы команды, да, потому что LFL все-таки это любите, да, и команда, допустим, сегодня может приехать 20 человек, завтра и через выходные боссы ее наберут. И, может быть, и с этим связано, но особенно за ним не следил, и как-то так, даже на LFL, когда мы играем или где-то, я судил, не пересекался по времени даже с ним, чтобы там понаблюдать, где было минут 10. Ну вот, за атлетикой, как бы, вот, я видел, да, даже вот игру наблюдал, вот, по всем прошлым выходным мы виделись, играли в... С дюбель. Ну, я отрезок посмотрел, ни там, ни там голов я не видел, но игра такая была, вроде, по идее, одинаковая. Счет там был, дюбель минимум. 2.5. 2.5. Да, было. 2.4. Ну, мы последние секунды. Понимаете. Я уже просто ушел судить и... Ты, наверное, подошел тут отрезок, когда мы с 0.3 до 2.3 сделали. Да? Да, минус 1 было. Да. Потом все-таки еще 2. Ну, про атлетик, что могу сказать? Ну, знакомых много, да, в команде, и про игровские какие-то моменты. Ну, рассказать сложно, честно. Ну, у нас есть и Максим, собственно. Да. Для этого Макс, кто не забил вот этот в конце момент? То есть я пересматривал не там просто чудеса, а какое-то везение. Правильно? Проход там сделал Атур, Валя Ахметов ударил штангу, от штанги мяч попал в другую штангу, и Андрей Стайн, наш лучший бомбардир, автор 14 мячей. Да, он, причем он забил не в 12, а в 10 играх. То есть он еще на двух играх его не было. Вот он в этом моменте с метро забить не смог, как и учинился потом целую неделю, да, чтобы попал в защитника. Ну, на вторую бомбардир, например, 4 мяча, да, вот старую ставить на 4. То есть это наш просто Голиадор и Голиадор еще, да? Как он в этом моменте не забил он сам? Ну, бывает, да. Еще несколько матчей, которые попали у нас в видеообзор, давайте о них поговорим. Это, во-первых, Феникс 99 константа. Да, так же. 4-2, Феникс 99 обыгрывает. Забегая вперед, скажу, вроде бы константа, крепкий средняк, но почему-то вот проигрывает. Конкурентом. Ну, какой нет, ты правильно говоришь. Почему так происходит? Вот даже с вами. А это, скорее всего, психология. Почему? Потому что у них, ну, опять-таки же, константу со второй лиги вспоминаю, и когда они пришли уже в первую лигу, поднялись, да, у них... Мое мнение, что коллектив сложен из игроков, которые со школы хорошо играют, и из игроков, которые без школы, которые, скажем, всеми руководят. Старички, вот они собрались еще во второй лиге, когда играли, а уже со школы молодых уже стали привлекать знакомых. И вот у них вот эта вот целостность команды есть. они выезжают в каких-то играх благодаря молодым, а проигрывают упорные игры благодаря, скажем так, старому постепу. видимо, не хватает им вот этого общего баланса, да. И, соответственно, вот я считаю, что в этом вижу, да, что в этом проблемы. что касаемо Феникса, команду плохо знаю, но по отрезкам выделил центражный полузащитник, и там очень думающий паренек играет в середине. именно 99-го. Да. И со столбик, наверное. Очень такой прям видно футбольный, очень хладнокровно по моментам смотрел отрезок, видно, что человек играющий. И даже в балансах хочу предупредить, что вот против него тяжело придется. Ну вот, судя по всему, Феникс 99, прошу прощения, наверное, один из главных конкурентов на выход, да? Смотрится он пока более чем впечатляюще. Ну, как вариант, да. Почему? Потому что здесь же 20 команд, здесь важна дистанция. Здесь же еще зимний футбол предстоит в любом случае. Где-то пойдут им по цепям какие-то игрушки. И опять-таки же покажет вторая часть сезона. Потому что здесь, ну, опять-таки, любительский футбол, да, вот показала, к примеру, команда «Импульс». Да, во второй лиге были два играющих парня у них. Они там забивали больше всех. Первые вошли, они опять забивали, забивали. Их куда-то на повышение забрали. Их куда-то на повышение забрали. Ну, это Лянцев и Минич. Да. Но я лишь слышал, что было недопонимание по условиям личных контрактов. Ну, одно другого не отрицать. Но оно могло быть вызвано тем, что где-то повыше предложили просто получше. Это мы говорим про Лянцев и Минич. Но они благодаря вот этим ребятам и держались. Ну, да, согласись, да, вот касаемо «Импульса», да, тоже такая интересная достаточно команда. Проиграла в прошлые выходные, ну, во-первых, «Баршу» 5-1. Неплохая команда, да, но для второй лиги, например, двое хватало. Можно разрывать, да. А где уже играющие, да, более-менее игроки, даже думающие местами, да, уже все. Я почему и затронул про Константу, поэтому вот именно вот эта часть, которая во второй лиге была, вот мое мнение, что вот из-за этого они теряют много очков. Ну, надо сказать, что «Кортанта» еще вообще у «Хальта» в прошлые проводил два матча, и второй матч «Атланта» с 8-1. Вообще без шансов. Ну, вот неожиданно все. Я почему-то жду, что сейчас «Константа» вот-вот поборется, да, будет. Там очень много хороших игроков, молодых, индивидуально, да. Допустим, вот середину поля можно прям любого ставить в любую команду первой лиги, и он не затеряется. Почему? Потому что там действительно со школы ребята видно, да, с мячом. Молодые – это тоже большой плюс. Ну вот. И вот так вот. Ну да, там Митрофанов. Олег Филатов из «Московской динамы» вообще играл. То есть их полузащита очень сильная. Это он, конечно, удивляет такие результаты. Константы. Я думаю, вообще, начинаю сказать в начале сезона, что мы предполагали, что вообще команда будет за выше. Ну, это у меня тоже было мнение такое, что у них всегда такие хорошие сборы. Но вот я второй круг застал, да, мы играли за «Балочку» как раз, когда я вернулся. Ну вот. А мы играем в «Донстант». Причем они все приехали, опять же, все эти «Балдуй». И мы их переиграем. И сейчас переиграем. Ну, может быть, еще есть комплексы соперников, когда есть такие соперники, попадаются в немошек. Ну, вот просто вот немошек. Ну, вопрос, опять же, психологии. Это, в принципе, стало, да, это, да, молодые, да, это тоже большое значение имеет. Давайте еще об одном матче поговорим. У нас есть видео, которое это «Веер» и «Дюпель» 13. Что скажете об этих командах? Итого еще 4-3 «Дюпель» выигрывает на Тоненького, но при этом голевый матч получается. На «Дюпель» по-другому нельзя. Ну, вот «Веер» и «Дюпель». А Максим, Руслан, что скажете? Ну, «Веер», опять-таки же, команда сборов. Если они все приезжают, да, там есть также играющие ребята. Извините, Витя. А вот они когда ставят вечером, я так понимаю, что вечером у них как раз был поставлен. Да, вечером. Потому что они там и даже со зрителями приезжают по вечерам. У них там такая линейка на бровке стоит, что там не только футболисты будут, но и жены, и друзья. Поддержка у них. И по вечерам, да, у них поддержка всегда хорошая была. Но в целом команда, как они и в прошлом году закончили чуть ниже середины, они сейчас идут чуть ниже середины. Я думаю, что эта команда как раз чуть ниже середины и выше они не поднимутся. Почему? Потому что у них есть свой любительский костяк. Угу. Угу. Ну, которая вот есть. Вот, выше главы или болезнь, выше выбора в футболе, да. Вот именно, наверное, про Вейера я могу вот так вот судить. Ну и, соответственно, одна из дневных команд, которая занимает всему свое место, да? Да, да. Именно на своем месте. Что касаемо Дюпеля, то Дюпель по потенциалу, по их ведению игры, это, наверное, команда даже тройки, да? Согласен, абсолютно согласен. Я говорю уже второй год. Но, но, если бы у них была бы заперемелая стабильность футбольная, если бы они к этому прикладывали бы, допустим, чуть-чуть усилим психологии, да, с точки зрения, что… А психологии что? Это нужно было бы… Нужно им поверить в это. Вот. Что они действительно могут в тройке и вот просто вот упереться, ну… Они могут любого обыграть и могут любого проиграть. Да, феноменально, но, по крайней мере, забегая вперед, на турнир Даблицы мы посмотрим, Дюпель еще так высоко не поднимался. Как сейчас? Все-таки он был близок где-то, да? К тройке всегда. Да. Но сейчас вот он, мне кажется, занимает максимально высокую строчку для себя. Ну, за все время. Ну, потому что, действительно, там ребята и со школы есть много. И плюс у них до приобретения в этом сезоне произошли неплохие, там, двух-трех игроков они взяли из команд, лидеров, скажем так, из «Надежды», взяли капитана, по-моему, он лидером был, да, в команде. Это, я считаю, что хорошее приобретение. Потом вот у них с прошлого сезона в середине поля и с Бородино там паренек тоже, который Бородино там всю игру вырисовал ему в середине поля. Он для Дюпеля – это шикарное приобретение. Тот же пожарный, да? Ну, и… Акзальдин Музафар, да? Мой давний товарищ, с которым еще мы пораздели, вот, он – это тоже, скажем так, мозг для команд. В плане футбола. Вот. Максим, вот, у них со школы барин тоже, у Донских, молодой. Да, вот у них вот именно и молодость, и опыт, все как-то, все есть. А вот именно, что, большая проблема – это нестабильность у них. Ну, и… Ну, и главный, наверное, матч в прошлых выходных – это «Ультра Кегли». У Кегли вообще такая серия как раз из лидеров – это «Балтика», это «Ультра», это «Барс», и все, вот, друг за другом идут. И вот такая проверка на прошлом. А еще «Атлайтис» был перед «Двами», как раз перед «Балтикой». «Ультра Кегли» здесь 2-0, и вот «Кегли» не забивают. И при этом «Два» пропускают. Вот. Не сказать, что неожиданный результат, но, тем не менее, вот, под правительственной культой, которая проигрывает в нем ранее подиум 3-4, да, Павел Смыг объяснил нам поражение, но при этом все равно от одного человека зависеть так, да, и так отпускать, мне кажется, оно так нельзя. Ведя 3-1, не проигрыш подиум, и… Хорошо, что обыграли Кегли, но в дальнейшем это может обесцениться, эта победа. Ну, в плане борьбы, если за «Премьер Лига», то потерянные, конечно, 3 очка, не бросая камни в угород подиума, да, ну, сейчас явные проблемы уходим, да, и турнирная таблица отображает. И Саша Ильин, как бы, об этом постоянно говорится, что со «Сбором» тоже проблемы. Ну, и, конечно, подиум. Пораздолбайся к этому, что отнес. Разнос потом устроил. Такая текучая, вязкая игра. Вот, Руслан, у нас сейчас в уголе турнирная таблица такие, в «Ультракелье», которая от обороны играет, это вот говорит, что наша первая лига, она вот как раз сейчас под итальянский футбол немножко подкашивается, да, раз в уголе. Угла стоят команды, которые вот придерживаются такой больше строгий оборонительный футбол. И за ним еще один, на тот же вопрос, и Балтика. Играет строгий оборонительный футбол, или какой стиль Балтики? Ну, с чего начать? С первого. С первого. С первого. Ну, что касаемо, если итальянский, то здесь, в первой лиге, наверное, проще разрушать, вот, и при этом ждать своего момента. Почему? Потому что, в любом случае, ты приезжаешь, да, на игры, получать удовольствие. Впереди у чужих ворот. Ну, да, вот есть вот такие команды, которые не любят проводить большую часть времени у чужих ворот. Вот эти кегли, да. Что касаемо ультры, ультра, наверное, ну, не могу сказать, что они играют по рисунку как кегли. Они, наверное, 50 на 50. И туда, и сюда. Просто у них костяк хороший. И вот посмотрел игру их последнюю, они хорошего парня привели в середину поля. Вот. Откуда-то не знаю. Вот. Вот он сейчас им, конечно же, очень сильно рисует игру и помогает. Это большое подспорье. Вот. Плюс они с прошлого сезона взяли паренька, я знаю, нападающего. Вот профессионально закончил. Он у нас в Балтике какое-то время поиграл. Горячих, да? Вот. Горячих, да. Женя. Вот. Вот. Тоже спонтакс, кстати, как ты, да? Ну, по-моему, да. По-моему, спор-школ, да-да-да-да. Спор-школ, да-да-да. Спор-школ, да-да-да. И, ну, вот, наверное, благодаря ему вот он молодой, попадает, все. Моменты какие-то вылавливают они. Ну, я не могу сказать, что прям ультра там вся на него играет. Нет. У них и во второй лиге смотрелся футбол всегда такой, ну, нормальный. И я симпатизировал им. Почему? Потому что они старались пас и старались пас играть в любом случае и мяч держать. Ну, по движению они не уступают. Они вот прям до конца играют. Ну, две разные команды абсолютно. Кегли, если про итальянский футбол, то, возможно, они в него и играют. Они в любом случае период назад. Просто, ну, центральный защитник у них неплохой достаточно. Ультры, да. Он там вырывает. Ну, и в целом они дружная такая тоже семейка подобранная. Ну, неплохая команда, конечно. Ну, раз мы про Кегли говорим, давай уже к этим выходным перейдем. Центральный матч, собственно, который мы транслировали, показывают. Телли Барс удалось посмотреть? Нет, я не смотрю сейчас ЛХЛ, матчи, эти обзоры. Крайне редко. То, что сбрасывают в чат. Посмотрим, когда выйдет все. Но, тем не менее, вывеска громкая, озвучная. С чем тебя ассоциирует с Телли Барс? Матвейская. Матвейская. Ну, тогда все-таки при всем уважении к Кеглям, Барс в любом случае всегда выше Кегли стоял. Ну, вот сейчас Керри стоит выше Барса, но вот по игре-то потенциалу как-то думаешь, Арсим Руслан? Ну, по потенциалу то, что сейчас вы Барс каждую неделю, не знаю, месяц, квартал усиливаете. Понятное дело, что ваш потенциал Керри будет выше расти. А Кегли, они стабильно своим пастяком играют уже много лет. В Барс, то, что вернулись, это здорово. Еще один хороший конкурент в турнире на Атлице, это всегда приятно, скажем так. И приятно всегда поиграть какую-то хорошую тяжелую игру, между проходящей 10-0, в кавычках. Ну, конечно. Поэтому у Барса я считаю, что больше потенциала, потому что второй круг, если команда добавляет, скажем так, качественных игроков в собственный состав, то в любом случае потенциал больше у Барса. Что еще касаемо этой игры, меня удивило, что Керри забивает уже 120 минут. Чем я и говорил против Балтики, когда они играли. Потому что они больше разрушают. И моменты для них появляются с учетом чужих ошибок соперника. Создаст ошибку соперника, они там могут забить. Что касаемо созидательного футбола, у них с этим очень слабо. У них очень сильный спрейсинг. Ну, по сути, Руслан абсолютно тоже попадает. Здесь даже добавить нечего, потому что Ультра действительно тоже играла по сопернику. Да, она выжидала. Там же ошибок, да, но, наверное, Мастерство там уже горячее. Ну, на самом деле, я видел этот гол, там первый гол был ошибка последнего защитника, Ваня. Он поскользнулся и дал возможность, соответственно, сблизиться с воротом Дорячего, и тот попал. Смотри, Ваня ошибка. Видишь, как получается, что я тут что хотел сказать, да? Да. То, что Русь подметила, что Керри выжидает чужих ошибок, а в этих матчах, да, Русь, сами нашелся. Последний матч с Барсом Кабралов поздравил Мишу тебя с днём рождения, да? Да. Поздравляем. Спасибо. Хороший подарок, вообще. Разве Барсом заходил после матча в раздеванку, говорит, что Миша только пиво Кабралов поставил? Он говорит, хотя бы виски брал. И еще раз сказал, он был гол. Тоже. Один матч, который мы не показывали, у нас нет, но я хотел бы спросить у вас. ВСАЙ, да? С Борем Пополам вышел в 1-й дивизион, наверное, с вышла в 1-й фар. Вместо фар будет. Да, да, да. Ну вот про ВСАЙ обыгрывает импульс, да? Для меня это, честно говоря, было удивительно. Ну вот опять же импульс без изменения человека. Да, это игра прошлого года 2-го дивизиона. И, соответственно, ВСАЙ наблюдают за этой командой. Почему? Потому что, ну, часто судить их приходилось в 2-й лигу. И, соответственно, очень близко, наверное, познакомился благодаря судейству. Могу сказать про эту команду только то, что они всегда на каждую игру выходят заряженные. Всегда. И это благодаря, наверное, человеку, который у них на бровке стоит, руководит. Я не знаю. Робус Верев, да. Вот, как его зовут. Робус Верев, да. Лучший менеджер, кстати, прошлого СССР. Вот он, конечно же, вот, не знаю, наверное, может его с Валерой Карпиным сравнить в плане накаченности, да, перед игрой, мотивации или со Стасом Черчесовым, да, то, что вот такие мотиваторы сильные. Вот он, как мотиватор, конечно же, прям безупречный. У меня только один вопрос по ВСАЙ, как ты думаешь, избежит ли стейков и вылета команды? Первый круг, треть проработок. В чемпионат вот треть прошла, даже меньше, сколько? Треть прошла, да? Да. Сейчас, безусловно, да. Ну, треть. 38 всего матчей, да? Ну, практически. Почти треть. Но, как сейчас судить, будет он в стейках или не будет? Вот сейчас ВСАЙ, друзья, друзья найдут, к этому коллективу еще двух-трех каких-то живых со школы, там, ребят захотят футболу играть, и они начнут с их футболу, правильно? Либо, наоборот, такие культуризеры захотят уйти, все непредсказуемо. Поэтому то, что они уже не флагман, да, который решил чем-то в первую лигу пойти, и, ну, понятно зачем. Да, младеет. Они, я знаю, что будут бодаться и всегда бодаются в любое время. Ваксим, согласен с Русланом? Да, согласен. Вот просто, если взять результаты вестсайда, да, получается, что обыграли, что у них сколько, семь встреч, семь игр они сыграли, три выиграли, а одну ничью, три проиграли. То есть это уже далеко не флагмановский страх. То есть половину очков забрали. А импульс, импульс, дай бог, чтобы они не рассыпались. Вот это мое мнение. Почему? Потому что здесь есть такие предпосылки. Потому что когда лидеры уходят, а команда, как сказать, грубо говоря, машины, двигатели достать, да, она не поедет. Ну, хотя я с тобой согласен, другой стороны, импульс, в принципе, неплохой. У них есть Роман Ушаков, у них есть Деев, Ислан Фарманов вернулся. Да, братарь хороший. Да, братарь хороший у них. То есть мы в такой момент попали, когда мы прочли. Нет, в целом Григолин, два человека, конечно, влияют. Но в целом, да, то есть есть из чего лепить, то есть импульс, им наладить какие-то гунефубольные вопросы, я думаю, что импульс мог подняться. Русман, давайте перейдем к твоему бенефису, говоря, с константой, как раз он тоже у нас попал под эфир, 5-3, но вот Балтик у нас играет как раз в атакующем стиле, да? Да в атакующем я не знаю, как сказать. Балтик играет в балтийский футбол и очень-очень давно. Почему? Потому что костяк-то он весь со времен Матвеевской. И, соответственно, понятное дело, что Балтика всегда вперед играла, но при этом не забывала об обороне. Ну, что могу сказать? Сейчас такой же подход? Да, абсолютно ничего не меняется. Все то же самое, как бы, играем вперед, играем всегда на победу, выходим побеждать, получается это или нет. Все зависит и от соперника, и от настроения, и от времени суток, и от всего. Потому что команда в среднем по возрасту одна из самых возрастных, наверное. При этом, ну, наверное, какие-то игры, в частности, против молодых, победа, я считаю, от моего мнения, благодаря опыту. Как раз спросили, за счет чего вы играли, за счет опыта, да? Потому что, опять-таки же, психология. Никто никуда не торопится, каждый знает, что делать на коже. Бывают всякие ситуации в играх, и кричим, и не кричим, это эмоции. Мы как-то себя заряжаем. Ну, наверное, это любую команду может коснуться. В целом, приезжаем побеждать в каждой игре. Но, в целом, ты забил четыре. Такого наведомника у тебя не было. Не знаю, может быть, после судейства как-то... Разогрелся. Разогрелся, сразу же вышел, как-то не зацикленный был на сопернике. Ну, как-то сразу был, говоря, прям заведенным вошел, и все получилось. Ну, так, наверное, можно считать истечение обстоятельств. Наверное, и сама команда помогла забить. Ну, спокойно отношусь к этому. Ну, четыре забил. Ничего такого особенного для меня нет. Я на поле... Макс, когда ты этот последний раз сбивал четыре? Матвеевки, наверное, еще. Ну, а я, наверное, вообще не забивал. Ну, я Матвеевки забивал, но потом, по-моему, уже на каите уже нет. Для меня важно, чтобы команда три очка взяла в игре. И чтобы довольные пошли, на трибуке посидели, пикап-капили и поехали по домам. Поэтому четыре. Ну, сегодня четыре, завтра фиг узнает, как получится. Но, тем не менее, этот момент отмечаем. Ну, сама игра тебе понравилась с Константой? Тяжелая игра, да? Ты говоришь, что все болит до сих пор. Тяжелая игра, почему? Потому что я же говорю, что там очень много молодых. Они в середине поля, да, очень хорошие у них костяк. Они, понятное дело, что они постоянно в напряжении держат соперника. Константа, что характерно этой команде, они также никогда не бросают играть. Вот это вот им большой плюс. Они при любом результате всегда до 60-х минуты до игру до конца. Они руки не бросают. Это им большой плюс. Но, опять-таки же, вот этот коллектив у них, да, как я говорил в самом начале, возможно, это где-то нам помогло. Ну, плюс еще то, что они без вратаря, но, опять-таки же, это не умаляет наших заслуг. Конечно. То, что если бы Братайк у них бы остался бы, возможно, ему бы по-другому поиграли бы. Потому что 4-0 расслабит любого. У меня главный вопрос к тебе и к Балтике. С чем связан такой взрыв? В этом году мы отмечаем, что Балтика шикарно стартовала. Наверное, с тех пор, как команда пустилась с Пример-лиги в первую, все время. Начало очень было сложно. Всегда были внизу. Весь вверх был, в принципе. Да, да, да. В этом году очень просто. Здесь очень просто. Я это еще по прошлому сезону, когда я не играл, следил за Балтикой, то, что когда они валились. Вот. Все банально. Первая, это основная причина, это сбора. То, что Максим сказал. В прошлом году они были, ну грубо говоря, отвратительные. Плюс пробовались новички в самом начале. Приезжало 3-4 новых молодых парня. На них рассчитывали. Соответственно, когда уже старички видели, что 8 набралось, могли где-то не приехать. Повод расслабляло. А эти молодые не тянули. Соответственно, ну, результат был известен. Да. Потом, когда уже, понятное дело, поджало, все стали собираться, и результат сразу стал поиграться. Ну, вот это, наверное, основная причина и прошлого сезона, и начала этого сезона. Потому что все стали приезжать, все уже друг друга знаем, и старыми играть намного лучше, приятнее, нежели приглашать тебя бокового. Все собираемся, результат есть. Вторая причина, по моему взгляду, это то, что лига первая стала, в отличие от прошлого года, чуть-чуть слабее. Слабее. Почему? Потому что очень много второй лиги зашло, и второй лиги зашло не совсем лидеров, вот, прошлых чемпионатов, вот, да. Первые, вторые места выходили. Плюс, вышли и ушли команды, которые под задачу стояли, двери это коммунаров, да, и... И Адидас повысился. Адидас повысился? Ну, Адидас, это отдельная история. Для меня это не соперник, вот. Это мне не понравилось. Пацанья, это забористая пацанья, вот, не более того. Вот, и поэтому, вот, я думаю, что вот две причины основные, это то, что костяком собираемся каждую игру, вот, слава богу, и дай бог так же продолжать. Вот, да, бывают, там, вот, один-два, там, игрока выскакивают, вот, 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 а с константой нам почему еще тяжело было. У нас два, можно сказать, наших лидера, ну, за температурой. Это кто? Это Солома и Тимур, думаю. Вот, их очень сильно не хватало, потому что в плане какого-то движения и той же, того же разрушения чужих атак, это, наверное, два ведущих, да, в этом плане. Потому что Тимур по всему полю без устали носится, ну, Солома для всех. Ну, конечно, Солома. И он еще, он обладает чемпионат России еще. Да, я помню. Как они тогда-то, там, на спарте было 10 человек, такой небольшой экскурс в историю, 10, практически там, 2-3 замены, и они выиграли чемпионат России кубок. Ну, это вообще было, наверное, играли чемпионат России кубок. Солома, да. Солома вообще было классно. Ну, видите, вот приехал сильно, по-моему. Ну, опять-таки же, Аким сломался у нас на 10-й минуте против Константы. И нам, может быть, и результат 5-3, скажем так, может быть, покажется, что вы играли легко, с одной стороны, да, в плюс-два, а с другой стороны тяжело. Почему? Потому что на втором тайме уже силенок не хватало, ну, одна замена или две у нас там, я уже не помню. Это тоже случайно. Вот, и, да. Этот мастер был? Был, был, да. Ну, Эдик на своем уровне играет. Молодец. Да и вообще вся команда, все на своем уровне, как бы, плюс-минус. У кого-то сегодня хорошо пошла игра, у кого-то через неделю хорошо пошла игра. Поэтому, в целом, все одинаковые, вот. И, наверное, из-за этого тоже результат, потому что друг за друг, что бьемся. Мне кажется, старая молодость какая-то была. Ну, вполне возможно. Все возможно. Ну, для меня лично, я большие перерывы делал в футболе, да, потому что травма, и заживлялся, отстегивали немножечко. Ну, потом, в прошлом году вернулся и не пожалел. Лучше давно приходить и, не знаю, страдать от мышечной боли, чем приходить и страдать без футбола. Ну, правильно, да, согласен. Тяжело. Ну, вы, конечно, красавцы, вопросов нет. Вы в этом году молодцы. Но отметим еще один матч, о котором мы поговорим и будем закругляться. Это самый голевой матч этого тура, наверное, этого чемпионата. Мальникл Закиды, 17 мячей, это Арсенал, Атлантис, 2А. 7-10 победы Атлантиса. Это, ну, я не знаю, как это можно описать. Ну, не знаю, может, с крюшками они там приехали. Ну, Максим. Удивительно. Ну, еще, ладно, Атлантис, да, ну, что Арсенал, 7. Похоже, что просто бросили защиту и давай туда-сюда. Атлантис любит так играть. Ну, Атлантис, это футбол, а не играть. Ну, Арсенал тоже потопил. Да, Арсенал тоже потопил. Просто здесь, возможно, с обеих сторон просто все попадало. Бывает такое в футболе, когда ты 10 ударишь за 60 минут и 10 все. И, соответственно, здесь не может быть исключением такого фактора, что команды приехали, что не момент у них упадает. Бывает, бьешь вот с теми же фиглями, мы, да, проиграли 3-1. Попади два удара лишь там, два вскору. Ну, это все банально. Был бы другим результатом. Ну, это все со слагательностью. А здесь, ну, блин, это футбол, скорее всего, сыграли команды. Ну, Арсенал вообще, честно говоря, не могу понять, по какому состоянию. Потому что поражение от 2 сайта 27, поражение от Атлантиса 7-10, ничья с Ультрим 2-2 и ничья с еще одной командой. Забыл, Арсенал с СПК Югом 1-1 сыграли. И сыграли, а, стурбины. Вот, и сыграли 3-3 стурбины. Вот, получается, уже три ничьи. Как так? Арсенал заразился. Видимо, когда ничьи, наверное... Укрусил у вас, Юг, усил их. Мы сами будем еще со всем играть. Бойтесь пока, не грустно. А это я уже... А ты с удовольствием спадал. Очень тяжело с ними будет. Почему? Потому что они, вот, как клещи корявые, можно так их сравнить. Они цепляются в соперника. Не себе, не людям, так говорят. Собакой в осенье, да? Да, вот. Они и тебе не дадут играть, и сами не забьют, и не выиграют. Вот, лишь бы не дать. И все. А что касаемо Арсенала в Атлантисе, я считаю, что там просто какой-то хаотичный футбол. Не смотрели, не обращали внимания на ворота. Просто, видимо, Атлантис вел хорошо. И ходили, смеялись, тут же получали. Собирались, забивали. Потом опять расслаблялись, получали. А у Арсенала, возможно, сбор спереди, в передней линии был хороший. А в Бароне, видимо, может быть, порой по технику основных не приехал. Просто дух у Розакова, может быть, не сдал. А с ничьей, но с ничьей, да, они бились. В нем, может быть, хороший сбор был. И у соперников в тайму лидеров ничьи-то отбирали. Ну, в том-то и дело, я тебе про что и говорю. Ну, по результатам, наверное, все. Давайте посмотрим на таблицу бомбардиров. Здесь Евгений Горячев, 24 забитых мяча. Наверное, он и все. Ну, если он будет, продолжать играть в ультре до конца сезона. Если его никто никуда не заберет, не пригласит. Потому что я с ребятами из ультры стоял, разговаривал на бровке. Ну, подходят к ним, хотят там забрать из Гатагова. Обращались, хотели из Гатагова пригласить у них центрального полузащитника к себе, там, за деньги на повышение. Они сказали, нет, у нас будут играть. Ну, так уж на горячего могут сейчас в глаз положить какие-нибудь команды из миши лиги и предложить за деньги. Ну, здесь уже психология здесь. Насколько парень себя поведет. А если останется в ультре, то, я думаю, если в том же духе продолжим, я думаю, что да. Ну, второй Вадим Минич, если у нас забит мяча, не факт, что продолжит он в импульсе, непонятно. Николай Сосонкин, Феник Генстагеев, 16. Да, Артем Антошкин, тоже 16, Атлантис. И Андрей Митрофанов, Констант, 15. Ну, плюс достаточно, видите, большая такая разница. Вот 17-24 между первым и вторым. Ну, бомбардиры, я говорю, что если они все остаются в командах, они будут забивать, будут увеличивать свой голеодорский бандикап. Ну, понятное дело, что если уйдут, то уйдут другие команды. И уже с чистого листа начнутся бомбардиры. И давайте посмотрим на турнирную таблицу. Здесь у нас все поменялось. Ультра вроде бы после поражения над подиумом чуть-чуть откатился, но после победы над кеглями поражение. Два поражения кегля отбросили на третью строчку, и ультра феник 99 делит. Первое и второе место кегля. 27 очков третий. Дюд теперь попотерян в роде с кеглями по 27. 24 кегля. И, собственно, вы на пятом. Рустан, 24. Ну, это у нас сейчас шут. Ну, нет. Мне кажется, здесь есть те, кто, наверное, феникс 99, теоретически те, кто могут, наверное, захотеть пойти вперед. Мы приезжаем, не знаю, за себя могу сказать. Может быть, из Балтики что-то, кто-то другое скажет. Мы приезжаем с удовольствием от футбола и встречаемся друг с другом. Но все равно же приятно для себя смотреть. Да, мы это отмечаем. Потому что в прошлом году другое настроение было, в этом году иное. И вот это иное настроение хотим предупреплять. Но все-таки я считаю, что у нас чемпионат в этом году очень интересный. Потому что одно-два поражения вы уже можете быть в середине турнира таблицы, а кто в середине может быть на юрку. Да, очень плотная таблица. Равно как и внизу. 7 будет дальше. Да, да. На самом деле хотелось бы добавить, чтобы вот из первой лиги, конечно, дно таблицы, и то, что так много команд сразу на вылет, я считаю, что это неправильно. Сколько бы ты сделал? Да, я думаю, что 2-2. Ну, потому что если бы из второй лиги выходило бы первое место напрямую, а второе место играло бы стык, намного было бы интереснее. Потому что из второй лиги все-таки команды по уровню уступают. Похоже, да? Что я считаю, собственно, отражает турнирная таблица. Ну, это вопрос идет дискуссионный. И последний у нас календарь тринадцатого тура. Здесь Русланова, кстати, играет еще одно такое. Старо-русская стартапша. Очень тяжелая игра предстоит. Почему? Потому что Арсенал может подсобраться после таких двух игр, где по-новому они пропускали. Ну, понятное дело, что, может быть, соперники были сильными. Или от 2-7, не от сильного, а от ватсайда. От ватсайда там приема. А вот здесь удивительно. Ну, вот здесь, наверное, можно про Арсенал сказать как про основную нестабильность команды. Потому что это, я думаю, что либо сбор, либо психология. Но, по всей видимости, сбор. Ну, посмотрим тринадцатый тур на ваших экранах. Ну и, пожалуй, на этом мы будем заканчивать. Руслан, спасибо, что к нам пришел. На этом наша передача подходит к концу. Кто-нибудь был Михаил Меркулов, Максим Киселев, Митрий Ишов сегодня был. Руслан Федотов, Батлика Крылатская. До свидания играйте в футбол. До свидания. Продолжение следует...